Всем доброго времени суток, с вами Таракот и мы продолжаем наше приключение в Героях 5. Итак, у нас тут достаточно бляха жесткая игра. Я даже не уверен, что я здесь смогу победить. Ну, как? С загрузками-то наверняка смогу. Но без это будет проблематично. Да, стаи птиц такие. Прикольно, прикольно. Без загрузок я не уверен совсем. Потому что там уже бляха титаны. Причем титаны... Почему-то здесь не отображаются. Хотя здесь отображаются. А как так вообще? Сильнейшее существо принцессы Ракшас. Они что, типа сильнее титанов? Причем... Или это не титаны, или это гиганты? Может быть, это гиганты? Я не помню, как там титаны и гиганты выглядят. Там, бляха, драконы! Стоп, а как я? Как это сделал так? Я смотрел, я увидел... А, здесь огниные драконы. Мастера лука почему-то значатся сильнее, чем... Единороги. Может быть, это с учетом того, сколько у меня их... Какое количество? Интересно. Это работает. Шестой день. Бляха, мне драконы нужны. Плюс два. Тут плюс один всего лишь. Можно, в принципе, туда не заходить. Можно передать войска. Хотя там... Школу магии можно было бы построить. Ну... Алтарь драконов я по-любому не построю на этой неделе. Здесь и так на следующем ходу будет пять. Если я гильдий магов не буду строить. Ай, бляха, мне что-то надо апнуть юнитов. А, стоп-стоп-стоп. Мне своды эндов надо. Блин. Так кристаллов просто немерено надо. Офигеть. Может быть, имеет смысл построить... Кладбище драконов? Как? Откуда у него хватило ресурсов? Все вот это. Кстати, он может уже выбрать... Заклятого врага. Но... Это не имеет смысла, потому что... Некрополь уже под моим контролем. Все типы юнитов, по сути. Мои оперные балеты. Ладно. Да, группировка, я скажу, вообще такая себе. И что крайне неудобно, это то, что этих заклятых врагов надо менять в замке. Это пипец просто. Ну, как я уже говорил, одно дело, если бы против меня один только противник был. Ну, когда куча противников и у всех разные замки, то это, по сути, бесполезно. А где-то оно вообще строится? Ох ты, ё! Саженцы энтов. Ольковы энтов. Древних и диких. Ага, то, кстати, прокаченные дикие там. 175 хп. 67 насколько вообще 5 10 7 12 7 15 5 10 самые медленные друиды и лучники 4 5 6 9 10 10 12 13 13 15 15 то наверное надо бахнуть костяных драконов бляха дерево не хватает серьезно пипец 28 дерево надо тратить ладно не буду драконов брать где проблема в том что-то нежить я не могу ее все равно взять свою армию душат будет минус мораль очень сильно минус 2 там или сколько будет морали мне вообще не повезло то что рядом со мной нежить был бы любой другой замок было бы лучше я бы мог с меньшей потерей морали брать существ из оттуда а так я не могу этого сделать не могу комбинировать блехан блэнтов взять еще ладно 39 ну ладно то пока нет смысла делить надо за кристаллами отправиться по пути в принципе можно вот это все дело повыносить сколько здесь алхимических лабораторий раз самоцветы 2 лаборатория 3 3 алхимические лаборатории и при этом две кристальные шахты и все далеко от меня но шо это за говно а серый сколько раз 2 3 чё это за приколы карл самоцветов две шахты и тоже далеко от меня ну это пипец какой-то просто а ну-ка что там вообще я понятия не имею какая там охрана и вообще даже не пишется шо за стражи нифига себе бляха зеленый дракон кислотный выдох большое существо летающее существо при нападении существо наносит урон не только цели но и любому существу прямо за ней друиды единороги мне в принципе не так уж серьезно но дракон до меня долетит почему бляха пипец моя двадцатка после той четверки ходит двенадцать единиц но в принципе не так уж и ну не так уж и мало наверно а здесь сколько 32 чё за прикол одна фея 12 28 фей 32 это бах бляха но не пропорционально в четвертых там она пропорционально от количества юнитов урон просто урон одного юнита умножается на количество здесь какая-то шляпа вообще 12 тут 32 как будто это от трех бляха фей пипец но он только едини единорога сможет атаковать ну понял стоп а чё за прикол почему друид не стоит за ним и это большая цель не идите гуляйте это шляпа не раз такие приколы да и разделять не буду а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Осиного роя 5... Один... Семьдесят три единицы... Ровно девяносто шесть... Три хода уже... Ого... Десять-двадцать... А-а-а... Там бляхашь сопротивление... Одного всего лишь... Один... Один... Единороги? Нифига себе... Такая защита и всего лишь единороги? Да что-то агониво какое-то... Я не уверен даже, что есть смысл друидов делить... Хотя ладно... Тьфу... Капец... Единороги просто... Очень низкая... Да я не уверен, что очень низкая... А-а-а... Это бляха неделя гоблинов была... Пипец... Три хода... Это наверное надо... Опять за подкреплением сходить... А здесь... Здесь нет подходящего героя... Нифига... Голубой уже сюда лезет... А-а-а... Неделя орков... Зашибись... То гоблинов теперь орков что ли? Чё это такое вообще? Чётко... Получается, Оль... Получается, Оль... жопа кристаллов немеряное количество нужно восемь тысяча сто зен то у да капец бабла вообще не хватает офигеть а как у компа там хватает бабло не до клавиши сразу переместить все вниз странно 3 ай мляха урочи воина зашибись а шо там за войско у меня вопрос капец всего 43 феи герой мы уже видели но это кто каспар основа некромантии 20 процентов павших вражеских существ нифига себе какие-то очки тьмы еще непонятные нифига себе 20 процентов в оригинальных героях там я уже точно не помню 20 процентов это очень много это возможно даже на третьем уровне только некромантии можно столько получить и то я не уверен бальзамировщик с каждым новым уровнем героя палатка первой помощи будет исцелять на 5 единиц урона больше также увеличивается урон если есть способность чумная палатка пипец у меня просто бабла вообще и близко такого количества нету чтобы все это нанять если еще и желтый там с другой стороны побежит это будет вообще пипец и конечно же он к моему замку побежал что там за армия у него вообще ирана что-то узнает но он по идее достанет до замка 6000 очень низкая дата бляха мне но часто армия уже совсем другая но я бы не сказал что это очень низкая раз я здесь надо их выносить чё это такое чё такое расположение тоже единицы пипец кстати поле боя то же самое по моему двести пятьдесят два урона блях это единицу всего убьет карл ни фига себе было бы у меня хотя бы замедление чума нонантов как-то сомнительно поскольку у них там 12-20 урон 150 урона, ого 22-20 Только Продолжение следует... 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 Ни одного не убил. Повезло. 3000 опыта. Пусть об смерти. Да шо она так настоятельно советуется? 15 процентов. Заколдованная стрела. Ну это прикольно бляха. Но это почти нереально все. Этот искусственный мститель использовать эффективно. Искусственное нападение короче. Всего лишь 500. Ух ты. Артефакт. Шлем некроманта зашибись. Не ну по крайней мере знание на 2 сойдет. Я думал там некромантия повышает. Корона из когти. А бляха. Не ну вы прикалываетесь? Это мое вообще не нужно в таком случае. Ого. Этот сет какой-то можно собрать. Нифига себе. Инициатива боевых машин на 10 процентов. Да вообще ни о чем. Ну плюс 3 знания. Пипец. Ну это шляпа какая-то вообще. Что-то. Какая-то тотальная непруха. В таком случае надо передать этому этот шлем наверное. Мне надо в некрополисе какую-то оборону наверное сделать. Тут не хватит. Ни на что не хватит. У нас. Ура. 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 black web. Ура. education. ура. 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 Ненавриных смод. Ура! Ура. Ну, бляха, ну, скорее всего, захватит этот город. О, там, кстати, можно получить... ...повышение навыка. Не, ну, это наглость. Он знает, где, бляха, мой город без защиты. Оранжевый потерпел поражение. На ходу желтого. У желтого четыре города, что ли? Ну, это, по ходу, приехали. Этот назад вот-таки побежал. Ну, что с желтым делать, я не знаю. Если у него четыре города, то это приехали. Отлично. Можно его, конечно, в тот город посадить, но... У него там особенность... ...на рейнджеров. Стоп. Бляха, дурак, ну, было туда... ...на разведку. О, ты смотри. Область для расстановки увеличивает. Снова чародейство. Скорость, с которой герой творит заклинание в бою, увеличивается. Время наступления следующего хода героя уменьшается на 10%. Ммм... Так это не только для заклинания, это и для атаки в ближнем бою, походу. Восполнение манны, мудрость, тайное знание. Там, мне кажется, надо снова защиты брать. Обычно я в магию иду, но здесь... ...что-то Шутова знает. Здесь не тот герой, здесь не маг. Хотя, у него нету навыков магии, вот в чём дело. Вот этот Мститель вообще ни о чём. Отражение, уклонение, стойкость. Навигация и разведка не нужны. Тактика, боевое безумие, учёные. Ну, такое себе. Вообще-то, вот это... Ну, основной навык хороший, а остальное так себе. Тут тоже основной навык хороший. Ну, один из вторичных хороший, а остальные так себе. Я даже не знаю. Тут надо магии. Четыре школы магии есть. Это надо... Если ты магом хочешь быть, тебе надо хотя бы там две школы магии иметь. Это явно не маг. Это боец. Но если там маги есть, то... Маги сильнее, чем бойцы. Тем более, если у него армия больше. Четыре города у жёлтого. Ну, это... Приехали. Это шляпа какая-то. Вообще-то, такого быть не должно. Каким-то макаром ему удалось... Кучу городов заполучить. Причём... Один он очень быстро заполучил. То, наверное, надо этого Каспара брать. А у него есть палатка уже, что ли? Да, у него уже есть палатка. Стрелки, либо вот эти. Это стрелки. Ослабляющий удар, либо отравляющая аура. А ну-ка, поподробнее об этом. С каждым успешным нападением, параметры нападения и защиты атакуемого существа уменьшаются на 2. Не мог быть ниже нуля. Нападение и защиту на минус 2, а боевой дух на минус 1 всем своим соседям, вне зависимости от их принадлежности. Нижить к этому эффекту невосприимчиво. Ну, прикольно с одной стороны, но там за каждую атаку, а здесь всего на один раз. 1, 2, 1, 2, 17. 2, 2, 2, 3, 17. 4, 6, 4, 7. Это оно, верно, короче... Хотя, может, и аура шутовы знает. Ну, если нежить невосприимчиво... Ладно. Пробуем так. 4, 10. 4, 7. 3. Ого. Да. 3, 10. 2, 3, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10 на 20, 11, 12. .. 28, trash, 1, 12. Тамурачи воины Офигеть Так, сын, ну-ка ты сходи туда Тебе ближе туда идти Магия жизни Магия жизни Магия света, бляха, некроманту Дарующие благословления, дарующие защиты Гнев праведный Но основному моему герою точно не надо Стоп, что это такое? Темная энергия 350, общий приход 351 Что это такое вообще? Что за темная энергия? Что с ней можно делать? Поподробнее можно? Базовая энергия 200 От героев плюс 1 От усилителей Некромантии 150 Что это такое? Флажок у него, конечно, из черепков Занимательный 30 из 15 Тут сундучок лежит Нет, основного моего света точно нет Надо за Березовым наверно идти 66 Интересно, они стали единицы располагать Сколько? 15? Нифига себе 300 опыта А там кто? Зомбари Что там? Мешочек с золотом На них это не действует Сколько難 по телу? Сколько rains Что там? Прикβа себе Выходи и Кстати, усп�zep ix А, кстати, они ж, по-моему, или их нету в списке заклятых воровов. Ну, помню. Нет, по-моему, их там. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Можно туда, конечно, зайти. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 17-25 угол 3, а если так, 5 не ярость там есть а что это на две клетки он перемещается что-то за фигня 124 хода 124 хода 124 хода 124 хода 124 хода 124 хода 134 хода сюда надо бы зайти на там бляха будет костяной дракон наверное нежить большое существо летающее существо а он даже не долетит да ты шо дурак на кой ты по вампирам стреляешь он даже не с первого выстрела убил 619 690 одинаковая инициатива личи интересно здесь защита была намного слабее чем у меня то бляха ради сундучка и чуть-чуть ресурсов такая защита там что-то не хочется мне я прямиком к шахте туда пойду ну вот это вот бляха много 150 там 172 но это бляха очень много у меня не замедления нету нифига 69 урона там 112 ну как бы сила это это мои лучники и оперный балет это очень плохо но единицу переместился серьезно что это за движения такие и и это приколы какие то непонятные перемещение на единицу и и на Субтитры сделал DimaTorzok 2138 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ярость у них уже Субтитры сделал DimaTorzok Если мораль ему стукнет Тогда может быть дойдет Так, нифига себе Нехорошо 2137 Боевый дух 1 И уже второй раз мораль Он будет раньше ходить, чем фея Я так и знал, что это произойдет Субтитры сделал DimaTorzok 1726 У меня боевый дух 2 И то реже там О, 135 маны Нифига себе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Урон Ни о чем 007 хода 1726 Вся мощь моей армии Это эльфы Стрелки 6684 опыта Нифига себе Искусственная защита 30% Стойкость Количество единиц жизни у всех ваших существ Увеличивается на 2 Особенно выгодно Пользоваться в случае большой армии Не большая армия, когда Существа с малым количеством хп Ну, наверное, имеет смысл это взять Тем более Пока что у меня нету Прямо такого большого количества Высокоуровневых юнитов Силу магии дали Уфей 8 хп У них было 6 что ли 16 хп Я что-то думал, что у Феи гораздо меньше хп Существует К сокровищам 100 поэта 6 секира горного короля Плюс 4 к нападению Блях, у меня хода не хватило забрать Пипец Здесь не мешало бы ту палатку посетить Хотя ему надо Недалеко от своего города быть 15 кристаллов Плюс 2 в день Там 3 дня еще есть Плюс 6 Ну, если подкупить То, наверное, хватит Ну, либо если вот эти захватить Ну, там жесткая оборона Почему такая жесткая оборона У кристальной шахты, бляха? У всех шахт Обычная оборона А у этой, бляха, пипец какая Для того ресурса, который мне нужнее всего Что-то вообще какой-то дисбаланс Жесткий Ну да, тут артефакт лежит Ну так а что это за фигня? Шахта вместе с артефактом Сделать я отдельную охрану на артефакт Отдельную на шахту Стратегический ресурс Моего города, бляха И такая шляпа Да ну что это за говно? Куда ты побежал? Там кто стоит? Кто-то стоит, что-то вы знаете Кто? А, у тебя ассасины что-ли? Ну, плохо так опыта Шестнадцатый уровень уже Рискованно вообще туда идти Туда разведчика надо было бы послать Ух ты Нифига себе архидьяволы А шо они там сторожат? Вообще-то на оригинальной карте полководца Там не было такой жесткой охраны С архидьяволами Сокровищница магов Чтобы упасть внутрь сокровищницы Победите стражу Не посещалась Да ну нифига себе В оригинале такого не было Че там? Че за артефакт? Очень низкая группа Да Группа В прошлый раз группа это было шестнадцать Шестнадцать архидьяволов Бляха Это очень низкая У меня ни одного юнита Такого уровня нет в армии Карл КОНЕЦ Надо заклинаниями обменяться Не, спасибо У них там перемещение Очень низкая Хм-хм Если бы не дефицит кристаллов Я бы Наверное еще здесь уровень магии построил КОНЕЦ КОНЕЦ Короче Смотрите, очар ледяная Глыба, чума По-моему Было уже все это В прошлый раз Ледяная глыба А где здесь тоже Пипец Два Одинаковое заклинание Ну шо это за говно Бляха На нем десять Манны всего Зашибись Ого Сто существ Че за артефакт Ожерелье кровавого когти Плюс один урона Всем существам В армии героя А шо там для сета Надо Ожерелье из зубов дракона Это вообще не оттуда Ну, чисто для Чисто из интереса Можно напасть Но я бы не стал Проверим Шляпа или не шляпа Восемь штук Демон Живое существо Большое существо Летающее Призыв Пещерных владык А демон Что это дает Выстрел по цепочке Что? Выстрел по цепочке На него Не влияет Но он уязвима К заклинанию Святое слово Какой выстрел по цепочке? Типа цепная молния Или шо? Заменить своих убитых соратников Типа как демоны Там в третьих Такое делали 199 хп Ну, не так уж и много Как для Это же тем более прокаченное уже Ну, правда 32, 29 36, 66 7, 11 Субтитры сделал DimaTorzok И шо я могу сделать Ослабление Такое себе 108 урона А так сколько? 159 Проще атаковать 0,1 1 Блин, надо было Ах, единорог еще не набегает туда Одного всего лишь Ах, единорог еще не набегает туда Вот ни разу не было удачи Когда стреляют мои Рейнджеры Блях, а если бы я дедорога добегал Было бы гораздо лучше Одного всего лишь Одного всего лишь Сколько ответка убьет Двоих 151 хп Странно А почему Он туда не достает? Ха Семерых Ладно, короче Можно оставить Так И сколько опыта за это? 3 700 По-моему Моя света Искусная защита Разведка Плюс 4 К своему радиусу обзора И теперь способен видеть Точное число существ В нейтральных отрядах Вражеских армиях И гарнизонах Если они находятся В пределах этого радиуса Ну, вообще-то Если это прям точное То Это Это не так бесполезно Как я думал Например, в 4-х героях Это прям На высоких уровнях Разведки Такой можно Иметь Ну, возьму-ка я разведку Пипец Ну, у меня 35 фей там осталось У меня армия Что-то какая-то Мизерная просто 30 Прикольно, конечно 6-9 Было 5-8 3-3 Было 2-2 А что там? Там магия, судя по всему Надо сначала Позабирать Вот эти все артефакты Ух ты Доспех Аномих королей К знанию 4 И делай всех существ В армии Невосприимчивыми К заклинанию Ослепления Пока я здесь лазю Там кто-то может Ко мне прибежать Вот в чем проблема Стоп-стоп-стоп Там А нет Единица Есть Ой-ой-ой Бесконечный отпор Невосприимчивость К ослеплению С чего это вдруг? Удар с небес Выбранный участок Поле боя Нанося любому существу Включая дружественных Находящемуся На этом участке Двойной урон Возвращается На случайную клетку Поле боя Японские Городовые У них Инициатива Очень высокая Пятнадцать Нифига себе Жопа Они сейчас Бляха Надо было Так я их Атаковать Теперь не могу Это жопа Просто Надо было Менять позицию Бляха Муха Они скорее всего По нему будут Атаковать Надо было Вообще И сдвинуться И сменить позицию Понятно Это бляха Имба Это способность Это имба Ом Есть Академ Я не думаю, что они эту двойку будут атаковать Ха! Случайное место поля боя Но почему-то по этой случайности они все приземлились рядом с моими друидами Зашибись! Зашибись, случайность! Двоих, троих Десятерых, отлично! Продолжение следует... Продолжение следует... Шестой день Прибежит кто-то или не прибежит? Если у него четыре города, значит у него вот эти, скорее всего, две четверти под контролем И следующий буду либо я, либо... Бирюзовый Ну, такая... Типа, бляха, хотя бы красную линию какую-то провели бы, что граница карты, потому что... Когда ты вдалеке стоишь, тут непонятно, либо это граница карты, либо это просто неизвестность Только по маркеру обзора можно ориентироваться Капец! Куча серы! Куча ртути! Ну что это за говно? Дисбаланс жесткий! Уменьшает урон, наносимый вашим существам стрелками на 20% Ну я как бы и сам стрелок Тут все колдовская награда советуется Тут в ближнем бою, ну, уклонение, уклонение И отражение еще Защита от магии на 15% Две ртути В таких склянках тут Они в казанах Хм, как раньше Шлем короля гномов Стоп, шлем? Так, стоп, шлем или доспех? Секира, горного короля гноми и сет, бляха Зашибись Зашибись Секира, горного короля гномов можно конечно бичи попробовать нанять 3 500 но это ух нифига себе пятый уровень хафиз нифига себе нагремлены телега у него есть нифига себе пояс элементарий позволяет пользоваться заклинанием призыв элементарий при сотворении данного заклинания увеличивает колдовство на 4 трезубец титанов усиливает заклинание воздействующее с помощью молнии на 50 процентов нифига себе мастер артефактов основа управления машинами основа защиты навык который позволяет герою создавать мини артефакты второго уровня звук волшебства волшебное зеркало баллиста это хозяин гремленов обычные старшие гремлены гремлены вредители в армии героя получают плюс 1 к защите и нападению за каждые два уровня героя начиная с первого волшебное зеркало каждое заклинание противника наносящий урон или накладывающее проклятие имеет шанс отразиться в другую цель включая существа существа врага то есть может все таки и не в существ врага отразиться стойкость тоже баллиста управлять баллистой вручную один дополнительный выстрел если была уничтожена после сражения будет восстановлен ну неплохо конечно но не ну его надо брать конечно в принципе его можно здесь взять нафигеть да ревнитель веры серьезно 26 хп титаны уже 190 хп жопа стрелок нет штрафа в ближнем бою живое существо невосприимчивость к управлению разумом большое существо удар молнией носят артефакт амулет ускорения плюс 3 процента к инициативе существа жопа там все с артефактами просто жопа титаны титаны нура 2 1 4 7 знаний много колдуство немаленькое титаны ну не знаю это точное количество маг чернокнижник черные драконы уже нифига себе а стоп если то черные драконы то почему ревнитель вера здесь отображен что за шляпа 18 уровень ну характеристики у меня самые высокие но у них армия походу намного сильнее чем у меня 3 3 500 дура но что поделать нужно ему скелет но хотя у них скорость низкая 5 4 5 6 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 25 12 14 15 16 20 16 21 22 зеленый слоник зеленый слоник и там я сейчас быстро спою потому что когда тебя увели я вот эту песню сочинил так значит аккорды первые какие там татарам 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 слоник наш трубу принес когда ребята уходили зеленый слоник на трубе свет зеленые надо менять бляха магия света нужна ли на шоне вообще в книге она это кольцо да ничего особенного него не думаешь ему нужна магия света вот артефакт передать ему бы не мешало 133 руды 15 сколько один к 14 ёперный балет 42 руды надо отбашлять там еще 10 изумрудных и кристаллических но это не в ту степ кристаллические мы их уже видели пипец у меня куча еще не прокачанных юнитов не ну можно конечно здесь построить но проблема в том что если кто-то его захватит то потом эта куча драконов будет нанята этим игроком и у меня не так уж и много золота ну ладно строим стоп кладбище драконов гробница драконов надгробие дракона улечит прирост на один он кстати дизмораль не дает как во всех частях предыдущих что-то 150 хп ну а шо там призрачных и астральных нифига себе астральные это прямо конкурс то фолизиум а сколько героев у желтого у меня 4 4 6 6 героев бляха 4 2 2 но 2 2 городового голубого предположительно оба здесь с желтой значит бляха слева от меня возможно он прессует сейчас бирюзового раз он ко мне не идет но мой герой должен был быть в замке чтобы увеличить прирост неделя кошмара зашибись бляха да шо это за прикол каждая неделя какого-то юнита причем ёперные блин причем ни один из них не был моим шлем короля гномов у меня уже есть шлем кираса по ноже шлем щит плюс 4 не восприимчиваясь к ослеплению плюс 3 инициатива боевых машин это лучше пипец у меня три шлема уже плюс 4 бляха ну с артефактами здесь конечно жопа какая то так повсратам сделано какие чеки чаще да даже не знаю ну в третьих значительно лучше была там понятно было что в какое я человеке здесь же Такое себе О, конечно же Мне проход перегородили Ну то фигня Это основная армия Что не могут? Атака страхом Большое существо У них инициатива очень высокая Атака страхом Существует вероятность того, что враг На такого на этим существом испугается И побежит к краю боевой арены Страясь удалиться от существа На максимальное расстояние И теряя всю инициативу, накопленную К этому времени Не действует на существа, не восприимчивая К заклинанию управления разумом Ну, в четвертых героях Да, были кошмары Кстати, это адский жеребец Они просто... Ну, страх там просто Не заставлял два хода пропускать Странные дела Ни на кого страх не наложил Сколько там? Что там за охрана вообще? Возможно, мне стоит разделить своих стрелков Вообще Даже Никакого намека На то, какая там охрана Кто это такие? Джины Живое существо Большое, летающее Случайное заклинание Непробиваемость магии 25% Магии Стрелба без штрафа Живое существо Магическая атака колдун Да жопа просто Просто жопа Стрельба без штрафа Да Случайное заклинание Непонятно Переходить в атаку Или не переходить А почему? Инициатива 10 Инициатива 10 Одинаковая Одинаковая Инициатива Два мага Бляха будут Не надо было делить Наверное Два мага будут ходить Раньше, чем Мои стрелки Еще мои друиды Это потери Скорее всего Большие будут Еще и джины Мои стреляет Инициатива Расприз Телли 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 Собир История Кирилл 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 Собир Ф Кирилл Кирилл Продолжение следует... 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 но наверное нет рискованно чтобы он врагу перешел хотя хотя ладно и 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 В разведку, наверное, отправиться. Пока там бродит паразит, надо вернуться в замок. Так, а что это за артефакты? Как... Мини-артефакты, как их создавать вообще? Кто это такие у него там? Какие-то джинны, что ли? Скотина, в самый дальний угол побежал. Еще. Это, походу, его... А что это за такой... Походу, это главный герой. Какой-то странный шлейф остается. Розак. Опасность низкая? Да ладно. Розак это основной герой. Скотина. Конечно же, ко мне. Куда не дохожу вообще? Ну, если что, я могу дойти до своего замка. Да, наверное, так и надо делать. Опасность низкая. Что-то я в этом совсем не уверен. Что там опасность низкая. От меня тоже шлейф стал оставаться? Боевых и светлых единорогов. Верховных и старших. Ух. 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 Любовь. Ух. Ух. Ух! шо за канал 12 9 12 8 9 14 10 14 30 30 34 4 10 4 10 здесь 5 скорость еще меньше стал 7 7 5 15 ман на дальность 1 2 что значит 1 2 на дальность прямой стрелы что ли тут максимальная здесь кстати все в синим цвете это существо способно повысить колдовство героя на размер его собственного колдовства но не выше чем знание героя эффект сохраняется до конца боя и не кумулятивен активируемая способность да вообще что-то такое себе на размер собственного колдовства а какой у него колдовство не уж среди параметров нет колдовства проблема в том что мне их надо передать чтобы опнуть пока я буду их передавать он скорее всего к некрополю побежит 7 500 едить колотить У него сопротивления к магии нет вообще 9900 67 812 Возможно, аэнтов стоит вообще взять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друидов надо апнуть Зачувствую, что я сейчас нарвусь на кого-то Субтитры создавал DimaTorzok Бляха Ну, наверняка к некрополю побежит Зря я артефакт передал Плюс три знания Нужно, конечно, убежать куда-то Но некрополь тогда вообще без боя Придется оставить Что интересно, это же его герой Субтитры создавал DimaTorzok Конечно же, конечно же, к некрополю Он Никогда здесь не был, но он четко знает, где город находится Два хода Я до него не достаю И он, скорее всего, засядет там Субтитры создавал DimaTorzok Я слышал, что у героя, который носит бирюзовый цвет Появилась задумка построить новый город Должен сказать, весьма дорогая задача И деньги нужны И дерево Да и самоцветы бы не помешали В общем, сами знаете, нужно все Правда, у него самоцветов много Я бы сказал, что самоцветов у него больше, чем у кого бы то ни было Пещерные гидры Враг не сопротивляется Живое существо Ярость Атака шестью головами Регенерация Большое существо 125 хп всего А что это за прикол? У него титаны там, а не Гидры эти 2, 2, 3, 11 знаний Ёперный балет Это плюс 3 еще я им этим шлемом дам Жопа, бляха Нууу Я даже не знаю Ставить насмерть этого хафиза, что ли 80 ман Ну можно конечно Но это надо Сейчас не нанимать войска в этом городе Жопа какая-то бляха Субтитры добавил DimaTorzok Дима Торзок Снять HR и все Ну по крайней мере снять HR в него теперь есть Хотя конечно каст в него говно Говно Ну ладно попробуем Физа насмерть поставить сюда Там вообще нельзя пройти походу Нифига себе серьезно Нагородник огромной мощи Колдовству 2 Три универа заблокировала проход Снова лидерство Сильная магия света До четвертого круга Вечное рабство Некромант получает способность поднимать после боя Один из своих отрядов нежит Что значит один из отрядов Весь что ли Праведный гнев Распространяет эффект заклинания Карающий удар и ускорение на всех Но удваивает количество используемой на них манны Только половину своей инициативы тратит Что? Тут еще инициатива тратится Добавляет плюс 4 к колдовству Для заклинания святое слово Капец Уникромант огнев праведный Там кристаллы лежат Четыре тысячи Едите колотить Четыре пятьсот Такие мутные картинки 611 711 611 711 Потом мне с этими драконами придется иметь дело Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До скелета вообще ни о чем Скелеты Вампиры Эти Вампиров можно оставить Маги Маги тоже можно Маги тоже можно Там уже столько всех Ха-ха-ха Та не Вместо вампиров Там Нарноголемов Его армию Все Группа Кого у него там Субтитры создавал DimaTorzok Ну ладно Посмотрим на это Сейчас будет штурм Ну ладно посмотрим на это Сейчас будет штурм Субтитры нет Субтитры нет Субтитры нет Маги Ого там гидры Да вы что клоуны На кой вы по Гремленным стреляете Пипец Вместо того что по магам стрелять Они по Гремленным стреляют Идиоты Девять гидр нефига себе мораль минус 5 ш шат и шатри и ракшас натиск вихрь деньги и кшатри и ракшас это шо минотавры надсмотрщики аура храбрости в бою это существо увеличивает боевой дух всех дружественных существ на соседних клетках делая его не ниже плюс один да ну нифига себе при том что у него там минус 5 это имбово храм нижнего мира шо шо он дает этот храм нижнего мира султан джинов 50 процентов непробиваемость магии летающие случайное благословение нападая на врага это существо всегда атакует область из шести клеток нанося урон всем кто в ней находится после использования этого умения существа пропускают один ход но после наступления эффекта ходит чаще на джинска стойкость защита стоп оде стрима без штрафа, живое существо, магическое атака, энергетический канал, колдун 9 геймеров, не, ну армия у него вообще-то слабее, чем у моей основной группировки Титана это проблема, но остальные, ну, их два всего, 9 геймеров, 82 хп Блях, он сейчас куча юнитов здесь еще наимет 1-2, а, два выстрела Нифига себе, бляха Ну это клоунада, бляха, личи стреляют по санам этим гребленам, никому не нужно, вместо того, чтобы по магам стрелять Я так и знал, что какие-то заклинания будут по области лупить Ох, хорошо Троих тут можно вообще, ух, отлично 48, 96 Божественная сила, что-то за заклинание такое А шо оно дает, можно поподробнее, бляха? Чё это такое? Шо за божественная сила? Вообще никакого писания нету Осталось три скелета О, зашибись, промах Но у него стрелков почти нету, поэтому Мне даже особого смысла нету Призраком куда-то лететь Нифига себе, двоих Не, ну шо это за шляпа, бляха? Два раза в одно и то же место У него шо, баллистика прокачанная, что ли? Клоуны, по-моему, стреляйте На кой вы по этим гримнам стремяете? С духа по этому титана, кстати Каменная кожа, бляха Он в обороне решил постоять, что ли? 7.14 Походу он решил магией меня вынести Вемпира вынес Надо катапульту было лупить 25 хп у баллисты 64 хп 55 О, так можно завалить Титана 56 64 Поличим Надо добить Баллисты Баллисты Че-то А шо он там искастывал? Слабление на 10 ходов Нифига себе А че-то инициатива у лича такая низкая стала Титан уже второй раз бляха ходит Ну, наверное, надо мага добить Чтоб он там Не кастовал ничью Ну, мне зачем сражаться? Че он там кастовал? Ускорение Надо баллисту добить Вообще-то катапульту надо Было бы вынести Но там хп слишком много Каменная кожа 160, блин Он дает, бляха, боевой дух Титану Надо Титану просто вынести И тогда Побока будет на его боевой дух Побока будет на его боевой дух О, хорошо Уклонение? Да с каком он бафать-то может? Ох, зашибись Сдох Магидры У них регенерация Остался бафер Надо, наверное, по катапульте Надо атаковать Перейдет он в атаку сейчас Или не перейдет? Вот в чем вопрос Перейдет Перейдет На катапульту На катапульту нельзя У него, кстати, палатки нету На зомби На зомби или куда? Или на личь Одного зомбаря убил, кстати Остался атака в три головы большое существо ярость не у них регенерации нету вперед пошли вот это нехорошо о хорошо хорошо два три стоп один бляху на ослабление то что накинули вот это совсем не прикольно у меня диспела нету а 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 да вы идиоты по гидре лучше стреляйте бафнулся ну вот это плохо он так может всех моих перебить не понял выстрелы ноль вот это вообще нехорошо у него телеги не было бляха муха чули чем так мало выстрелов это жопа просто ну это поражение будет из-за того что стрелять нечем жопа карл просто жопа и Продолжение следует... 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 ополченцы налогоплательщик каждый день герой получает столько золотых сколько у него нанято подобных существ жрецы румы знак огня непробиваемость огнем 50 процентов во время атаки у существа есть шанс проклясть жертву в результате чего в определенный период времени наносимой ей урона огнем будет удваиваться монахи огненный щит большое существо дыхание дракона это капец любому существу прямо за ней урон независимо от того имеет ли она способность кому-то атаковать или нет когда его атакуют хельмар 2255 стопа чё у моего героя такая низкая инициатива гарифоны герои монахи дракон потому можно попробовать полетел шум кастовать будет крающий удар что такое то показали бы хотя бы что это такое вообще что за крающий удар вообще непонятно шо это только длительность показывает румы энергии прям ходят так пешком нифига у них перемещение девяносто шесть урона нау и нау одна работой работой некотор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что значит столько, сколько требуется для удвоения эффекта? То есть в два раза больше, что ли? Более того, каждое заклинание, направленное против другого существа, также воздействует и на нее Если это возможно, что? На кого на нее? Если манны не хватает, то селения не происходит Это надо, наверное, управление машинами брать Это, конечно, интересно Каждое заклинание против другого существа, воздействует и на жертву Ну, вообще-то, можно знак волшебника взять Ого! Ты шо, ты шо? Ему телега обязательно нужна Я не думал, что у личи так мало боезапаса Зря я телегу, конечно, передал Надо купить Но, мляха, она стоит дорого Две тысячи, блин, за телегу Ну, пока что можно без нее Но в следующий раз Сколько я там потерял личи вообще? Штук семь, что ли? Пять? Забыл Базовый навык мастер артефактов Ну, сколько раз, по мне, не атаковали заклинаниями Оно не отражалось Ни разу оно не отражалось Че за шляпа? Это, конечно, тут ни к чему, мастер гремлинов 24, 60, ого Больше чем у личи 18, 15, 12, 12 Боезапас там 100 выстрелов Вот в чем плюс 80 из 90 Там где-то паразит же еще Вот здесь надо Бежать, выносить его Ты смотри Я думал, у него намного сильнее армия Там уже пещерные гидры И у них уже регенерация Но он 9 гидр Всрал Ребенит А че ревенит Вера показывается, если там огненные драконы есть Нура А че красным защита 2 А че за прикол? Че красным? 5, 2, 5, 7 Ну, тут уже как-то повыше вроде характеристики Массы, массы, массы 5 кристаллов Там, наверное, придется поменять еще Хотя мне Мне золота не хватит 3, 600 Энтов и драконов Надо прокачать У них даже нет сопротивления магии Бляха Возможно, после прокачки появится Я даже не уверен, что их брать с собой стоит 8, 12 Я лучше отделю Баффера Ну или Шутовы знают Ладно Здесь, в отличие от третьих Очень существенная Разница в том, что В третьих ты можешь кастовать в любой момент Во время хода любого из твоих юнитов А здесь ты можешь кастовать только Когда герой ходит Стоп, а там можно пройти или нельзя Вот где вот этот паразит стоит Что он по... А, это не тот герой Если я знал, что можно пройти, так, скорее всего, быстрее Единорогов тоже надо апнуть У него как раз два заклятых врага моих Вот это неожиданно, что... Сдержал герой Этот замок Офигеть, офигеть Мне надо золотую шахту срочно захватить Мне надо золотую шахту срочно захватить Я вряд ли их смогу апнуть Потому что это шесть тысяч стоит У меня семь тысяч на следующем ходу будет Там гора золота надо, чтобы капнуть Поэтому надо выдвигаться сейчас Ну, это уже будет в следующей серии Эту пора Зарешать Джалиб Специализация на джинах, что ли? Но два фронта воевать, конечно, такое себе Вот здесь понадобится второй герой В принципе, если ему... Если все, что там есть, выкупить, то он... Вынесет вот этого Наверное Хельмар Ну, гора бабла нужна Друиды Что-то его знает Какие-то не слишком они Крутые Крутые Всего два раза молнии могут кастануть Знал бы я Вот этот бонус им дается или нет На нападение героя здесь дает Столько же войскам, что ли? Десятка Пятерка Пятерка Восемь нападения Двойка Три нападения, пятерка Ну да Защитой атак Отдается только же Юнитам Прибавку такую же Так же, как и в третьих Вообще-то Уже лучше пусть дает Атаку Чем Бонус на молнию У него там запасы войск Наверняка очень большие Он просто с маленькой группировкой Пришел Если он все выкупит То туда могут быть проблемы Причем у него же там войска С разных Замков уже Причем он может высокоуровневых Высокоуровневых взять Но единственное, что С моралью у него проблемы Большие будут Ну раз такое дело Надо будет героя Посылать К желтому Ну а тот Туда Но сначала надо все Позахватывать Наконец-то И в первую очередь Наверное На золотую шахту И вот сюда Зайти В склеп Вот здесь Боевые машины По идее По Не за тройную цену За обычную Можно нанимать Старшие друиды Неприятно Ну что ж На сегодня у меня все И помните Что все эти игры Это конечно интересно И весело Но самое главное Берегите свою душу И души ваших близких Субтитры сделал DimaTorzok